Здравствуйте, уважаемые зрители! 126,5 миллиардов тенге. Именно столько денег выделено государством на улучшение водоснабжения в Казахстане. Заметьте, это только на один этот год. Об этом и пойдет речь о проблемах с чистой питьевой водой. Почему именно сейчас мы стали так много говорить о воде, можете спросить вы. Отвечу. Во-первых, H2O, это, кстати, формула воды, если кто подзабыл, это важнейший элемент в нашей природе, без которого не существовало бы жизни на Земле. Это, скажем так, жизненная необходимость. Мы сами состоим из воды практически на 80%. Ну а во-вторых, это, наверное, главный фактор того, почему в последние дни мы так много говорим о чистой питьевой воде. Это заявление чиновников и народных избранников о реализации программы обеспечения регионов питьевой водой. Бермудский треугольник именно так окрестил эту программу спикер Сената госпожа Назарбаева. По ее словам, на вопрос обеспечения питьевой водой регионов за годы независимости было потрачено более 540 миллиардов тенге. Однако до сих пор многие населенные пункты не имеют доступа к воде. Эта программа как Бермудский треугольник, в котором средства загадочно исчезают, возмутилась председатель Верхней Палаты Парламента. И буквально накануне в Министерстве индустрии инфраструктурного развития состоялся брифинг, на котором слово держал председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Мархабаджа Имбетов, поведавшая о том, что на сегодняшний день 85% сельчан или 6,5 миллионов человек имеют доступ к центральному водоснабжению. Также чиновник назвал те регионы, что меньше всего обеспечены питьевой водой. Таковыми оказались Костанайская и Павлодарская области, где в 70% сел нет нормальной воды, а также Западный Казахстан, который обеспечен водой лишь наполовину. Заметьте, два из этих трех регионов находятся в северной части нашей страны, где, в общем-то, немало рек и озер. И обеспеченность водными ресурсами должна быть, наверное, если не на хорошем, то хотя бы на удовлетворительном уровне. А сейчас получается этот уровень очень низкий, учитывая статистику. Кстати, о статистике. Отмечу, что практически ровно год назад господин Жаимбетов также на брифинге говорил, что доступ к водоснабжению имеют более 57% сел. Еще раз напомню, эта цифра звучала так, 57%. А сейчас, год спустя, чиновник заявляет, что водой обеспечены почти 60% всех сел. Ну, если быть точнее, то 59,9%. Следовательно, за один только год чистую воду провели только в 3% сел нашей большой страны. Да, 3% сел – это 122 села. И на это было потрачено 100 миллиардов тенге. А на этот год планируется потратить и того больше – 126,5 миллиардов. Вдумайтесь в эти цифры. И получается, что на проведение воды в одно село у нас в среднем тратится почти 1 миллиард тенге. Также на прошлогоднем брифинге глава комитета по делам строительства и ЖКХ заявлял, что проблема с питьевой водой решится за 5-7 лет. Однако, нетрудно подсчитать, что если за год у нас обеспечивается всего 3%, это 122 села, а воду осталось провести еще в 3892 села, то полностью мы эту проблему закроем только через 30 с лишним лет. Боюсь представить, сколько денег на это уйдет. И вправду получается какой-то бермудский треугольник или бездонная бочка. Называйте как хотите. Напомню, что проблему нехватки качественной питьевой воды в Казахстане должна была сначала решить программа «Питьевая вода». Она так и называлась. Она немного позже была переименована в госпрограмму «Акбулак». В рамках этой программы было рассчитано, что к 2020 году чистой питьевой водой будут обеспечены большинство населения страны. 2020 год не за горами, а нормальную чистую воду из крана у нас пьют далеко не все жители не только сел, но даже и городов. Хотя чиновники бодро заявляют, что на сегодня в городской местности централизованным водоснабжением обеспечено 10 миллионов человек или 94,5% городского населения. Вода-то может и подведена в городах, только тут возникает уже другая проблема – изношенность сетей водоснабжения, которая в некоторых областных центрах составляет более 50%. Вот и получается, что вода вроде есть, только из крана она почему-то течет ржавая, непригодная для питья. Вот знаете, раньше в школе, а я еще захватил в последние годы советскую систему образования, нам в классах проводили политинформацию, где говорили, что где-то в далеких африканских странах население испытывает ужасный дефицит воды и что ее надо экономить. Слушая это, мы и не подозревали, что такой же дефицит водных ресурсов ощущается и в нашей стране. До сих пор десятки поселков пользуются привозной водой, качество которой не всегда соответствует санитарным нормам. Далеко ходить не надо, даже здесь, вокруг столицы, в Акмолинской области, не во всех селах и городах проведена чистая питьевая вода. Что уж там говорить об остальных регионах республики. И в завершение еще раз повторю, по словам спикера Сената, более 540 миллиардов тенге было потрачено за годы независимости на вопрос обеспечения питьевой воды регионов страны. Страшно подумать, сколько еще денег и времени потребуется на это дело. Дело-то благородное, только вот цена вопроса заоблачная. Всего вам доброго. И сразу после меня в итоговом выпуске новостей вы узнаете о том, какие регионы Казахстана являются самыми поводкоопасными. Не пропустите, будет очень интересно.